Переходим к главной теме, как минимум для главы российского МИД в последние дни. Обсуждения квадроберов в России вышли на самый высокий уровень. Их комментирует даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Правда, в своей любимой манере, мол, ничего не случилось. Вот что он заявил агентству РИА Новости на вопрос, знает ли про квадроберов Путин. «Надеюсь, что нет, не нужно преувеличивать популярность». Впрочем, преувеличивают популярность этой темы сами же представители режима. Например, глава МИДа Сергей Лавров, я его уже упомянула, во вторник решил обсуждать квадроберов с армянским министром иностранных дел Араратом Мерзояном. Позже он прокомментировал свой интерес путинскому летописцу Павлу Зарубину. «Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама там ребенка на палатке ведет. Ну, такая не очень понятная вещь». А 5 октября депутат Яна Лантратова заявила, что даже готовит закон о запрете квадроберов. Издание агентства писало, что в школах и детских садах стали проводить уроки, на которых рассказывают о вреде квадробики. На эту животрепещущую тему выступают учителя, психологи, священники, конечно, и даже казаки. Но а действительно ли эта тема такая животрепещущая, и что вообще происходит, разбиралась моя коллега Юлия Азарова. Юля, привет. Для начала объясни, что такое, кто такие квадроберы? Марина, привет. Если говорить совсем просто, то квадроберы – это люди, которые отождествляют себя с животными. Они надевают маски, бегают на четвереньках и имитируют повадки животных. Более того, если загуглить квадробику на английском языке, то первым делом в выдаче мы увидим статьи о том, что это спортивный тренд, начало которому положил японец Кинити Ито. В 2015 году он установил мировой рекорд, пробежав на четвереньках 100 метровку. Также среди источников возникновения квадробинга называют такие направления фитнеса, как кроулинг и анимал флоу, а также паркур. Ну и опять же, если мы вернемся к англоязычным статьям о квадробике, где говорится о спорте, то мы увидим, что статьи такие появляются даже в таких изданиях, как, например, ВОК. Ну и еще там, конечно же, есть статьи об антиквадроберской риторике, которая сейчас разворачивается в России. Ведь, ну, естественно, пропаганда свела все к какому-то патологическому, неуместному поведению. А значит, нужно все скорее запретить. Помимо уже названных тобой примеров, можно еще вспомнить недавний выпуск программы «Время покажет» на Первом канале. Когда идет отказ от личности, вот, отвечая на вопрос, что мы хотим запрещать, я... А давайте я покажу, что вы хотите запрещать, потому что квадробинг — это не только безопасные вот эти такие прыжочки... Пропаганду! Мы хотим запрещать пропаганду, собственно говоря, то, чем мы сейчас занимаемся. Например, когда бабушка на игровой площадке в одном из городов нашей страны бросает своему ребенку кость, которая считает себя квадробером. Ребенок бежит за этой костью, берет в зубы, приносит бабушке и просит «бросай мне дальше». Или вот этот случай, например, да, когда выгуливает женщина ребенка на поводке. Кстати, на этом обсуждении присутствовала еще певица Мия Бойко, с которой связан громкий скандал. 30 августа к ней на сцену вывели маленькую девочку в маске кошки, и Мия сразу же поинтересовалась. Уж не квадробер ли она, ну, дальше, конечно, все предсказуемо. Ты же человек, малыш, ты красивая девочка, посмотри какая. Зачем тебе быть кошкой? Просто нет, мне нравится, я решила кошек заниматься. Это еще и занятие, да? Это как спорт, да? Ой, квадроберайте, я думала, это вот сказка, казалось, что это существует. После этого в сети начали травить эту девочку. Ну, впрочем, как рассказал в интервью нашему каналу журналист Илья Шепелин, травля детей пропаганду совсем не смущает, ведь тема-то какая благодатная. Это просто удобная тема, на которую можно сесть и поехать. Она так подвернулась, и она подходит отлично для моральной паники. То есть, если помните, было когда-то движение ЧВК Риодан. Кто о нем вспомнит полтора года назад, значит, боялись, что это 15-летние поклонники аниме, которые сейчас там сделают свои ЧВК, как Пригожин и так далее, и так далее. Соответственно, вот разгоняется моральная паника. Люди видят, три или четыре новости с этим связаны, и дальше везде начинают выискивать этих ЧВК Риодан и так далее. Короче, это удобная тема для того, чтобы сказать, вот, молодежь растет какая-то не такая. Ну, и, соответственно, все люди в студии начинают ворчать, все люди перед телевизором, и потом глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров приходит на встречу с делегацией Армении и тоже продолжает морчать, потому что смотрелся этого телевизора. Впрочем, несмотря на весь пропагандистский напор, масштаб проблемы действительно выглядит очень локальным и довольно сильно преувеличенным. Тоже так показалось. А что еще позволяет об этом говорить? Ну, к вопросу о локальности давай опять же вернемся к дискурсу англоязычных СМИ. Я случайным образом вбила в Ютьюбе каналы крупных новостных ресурсов. Выяснилось, что на них в принципе нет упоминаний квадроберов, причем даже на канале известного тамблоида The Sun. Ну, хотя, казалось бы, там-то должно что-то быть. Ну, или давайте же вернемся в русскоязычное пространство. Вот скрепный ВКонтакте. В самом многочисленном сообществе, посвященном квадроберам, чуть менее 6 тысяч человек. Просто для сравнения, сообщества по так называемой СВО легко набирают по 100, по 300, даже по 400 тысяч человек. Тикток, где очень много детей, там. Ролики самих квадроберов тоже пользуются заметно меньшей популярностью, чем видео, где над ними смеются или осуждают. Наконец, в Телеграм для порядка я, конечно, тоже сходила. По данным сервиса ТГСтат, упоминаний квадроберов на русском языке найдется чуть более 20 тысяч в России. Дальше с большим отрывом Украина и Беларусь, ну и остальные страны, там совсем уже единичные случаи. Хотя это, конечно, объяснимо. В Телеграме много именно русскоязычных каналов. Однако большой отрыв стран именно бывшего Советского Союза лишь подтверждает утверждение о локальности такого тренда. Можно ли сейчас уже спрогнозировать, как долго этот тренд проживет? Да, эти вопросы мы тоже обсудили с Ильей Шепелиным. Его прогноз в случае с квадроберами тренд будет краткосрочным. Сначала на теме все оттопчутся, и взрослые, которые за традиционные ценности, спецоперацию, все сопутствующее. Ну и сами дети, конечно, а потом все. И среди детей еще этих квадроберов будут пинать, потому что, а что это вы выделяете, что это вы не такие, как все? Ну там тоже есть такой принцип. Не все дети любят тех, кто выделяется. И в этом смысле большинство будет это и подавлять, иерархичность какую-то строить. Поэтому я думаю, что вот в данном случае, как бы в этой иерархии садизма, это тактика вин-вин, да? Хотя она мелкая, и история квадроберов это там вот на 3-4 недели, наверное, дальше мы вспоминать не будем. Но вот сейчас это вот тоже топливо для того, чтобы каким-то образом сказать, вот и среди нас есть предатели, и они одеваются в животных. Ну, короче говоря, есть меньшинство, которое всегда можно запинать. И вообще, как это один классик говорил, нам, русским, хлеб не надобен, мы друг друга едим и от этого сыто бываем. Ну и, в общем, получается, что история Стравли, она более нишевая. А глобально все эти пользователи в основном занимаются тем, что постят смешные картинки про квадроберов, простите, зовут их квадробоберами. И в целом к этой проблеме как-то, ну, очень уж серьезно не относятся. Собственно, сейчас на экране вы видите несколько примеров таких мемчиков. И дальше этого дела, в общем-то, никуда и не идет. Еще в сети много обсуждается, что квадробинг – это как будто бы какое-то что-то патологическое, какое-то отклонение, что-то опасное для детей. Что на это можно ответить? Да, эту тему я тоже обсудила, причем сразу с двумя специалистами, с когнитивно-поведенческим терапевтом и с детским психологом. КПТ-терапевт Даниил Ривен отметил, например, что для присвоения официального ярлыка «патология», даже если это вдруг окажется так, должно все-таки пройти время, должны появиться качественные исследования, и исследователи, собственно, должны это как следует все отрефлексировать. Но пока этого нет, поскольку явление все-таки сравнительно новое. Впрочем, на взгляд специалистов, это все равно вряд ли выглядит как что-то клиническое. Пока не видно никакой патологичности или вреда для общества, дисфункциональности, потому что что депрессия, что ОКР, что тревожные расстройства, гендерная дисфория, расстройство личности, все это появилось в разных классификаторах болезни, потому что у этого была явная дисфункция, то есть с человеком было что-то не так. Он был либо дезадаптивен в социальном плане, либо он просто страдал субъективно. С Ривиным согласна и еще одна моя собеседница, детский психолог Анна Томилина. Процитирую то, что она мне сказала. «Никакое движение или увлечение не может считаться патологией, если оно не оказывает деструктивного влияния на повседневную жизнь ребенка. Если он нормально ест и спит, продолжает, как раньше, общаться с друзьями, учителями и родителями. Если не страдает успеваемость в школе, если поведение социально приемлемо, то повода для беспокойства нет». Конец цитаты. Что же касается точки зрения медицины, психиатрии, то квадроберы никак не учитываются ни в каких классификаторах болезни, ни в ВОЗовском МКБ, которые используются в России, ни в американском диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. И, как объясняет, собственно, Даниил Ривен, это значит, что с точки зрения медицины квадробинг патологии считаться не может. Марина? Ну, вроде все выглядит безопасно. Юля, спасибо, разобрались. Это был фрагмент программы «Воздух» на канале Ходорковский лайв. Чтобы не пропускать наши трансляции и смотреть другие интересные видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok